Арсен, уважаемый, вы знаете, дело в том, что когда вы видели в моем профиле, что я пропагандирую зло, я просто выхожу, говорю какие-то либо исторические факты, либо то, что я в шуточной форме либо говорю, либо то, что касается нынешнего дня и реально это есть по факту. Зачем мне врать, допустим, или что-то снимать то, что это неправда? Просто всего лишь навсего, но многие не воспринимают, не хотят слышать правду, злятся от нее, ну почему я не понимаю, что здесь такого? Как бы всегда нужно говорить правду. Человека только можете, не делайте из вас героев, нам пишет Арам. Ну, уважаемый, да, мы герои, 44 дня войны, конечно, золотыми буквами вписываются в историю Азербайджана, это неоспоримый факт. А герои мы потому, что мы мирных людей не обстреливали, понимаете, в отличие от вас. И это не мои слова, вы можете зайти в YouTube, а вообще во время войны это же передавали, показывали по телеканалам. К сожалению, вы знаете, в чем большая проблема ваша, вот армян? К сожалению, сегодня огромная пропаганда ведется, особенно я включаю российские каналы, вот там время покажет или как там вот передачи такие наподобие. Вот проплачиваются там эфиры и говорится то, чего нет на самом деле. Вот сегодня буквально я смотрела эфир, там армянин сидел и он как бы спорил именно на эту тему, что как бы нет, это вот азербайджанцы плохие, они на наших землях. А ему там говорят, что уважаемый, не на ваших землях, на землях Азербайджана признайте это. И он не признает, не признает, он все доказывает это, что нет на наших. Ну, ребят, ну как можно? Взрослый мужчина вышел в эфир. Вот представьте себе, значит, ладно эти четыре резолюции ООН, что вы не признаете, но мир есть. Люди смотрят. И вы даже не думайте в этот момент, как этот человек выглядит. Вот то, что он говорит, это внутри Армении может восприняться между вами. И как бы вы, конечно, поддержите, потому что вам это хочется слышать.